Настолько полезно, насколько заразно. Зевота. Если рядом с вами кто-то зевнул, максимум через три минуты ваша очередь. Проверим. Запускаем зевающего в аудиторию. Его тоже зевает один, второй, третий, четвёртый. Через 15 минут остались всего два человека, кто не поддался общему настроению. Оказывается, мозгу зевота нравится. Вот он и реагирует так быстро. Он запоминает как хорошее, так и плохое. Если вы не любите пенку, я вам скажу, вам нравится пенка, вы можете вас перейдёт и сказать, что вы, я с детского сада не люблю пенку. Вот это приблизительно тот же самый механизм, просто формы разные. Чаще всего зевота – результат недостатка кислорода в крови. Кислород особенно нам нужен по утрам, пока мозг ещё спит. Так что вместе с утренней чашкой кофе зевните пару раз. Проснётесь быстрее. За счёт зевоты мы начинаем как бы дышать гораздо более глубоко, широко и ёмко, да, с помощью зевоты. Тем самым количество кислорода начинает увеличиваться. В помещении душно, а ваша голова вот-вот закипит от работы? Так позевайте. Глубокий вдох, и мозг охлаждается. На выдохе происходит незаметная, но очень полезная потеря сознания. Она помогает сбросить нервное напряжение. Мы когда обычно говорим и долго говорим, то у нас устаёт, как только я открываю в виде зевоты, начинаю зевать, у меня мышцы, напряжённые мышцы, от того, что я много говорил, начинают расслабляться. Зеваете до слёз? Замечательно. Синдром сухого глаза – мучительная болезнь. А тут слизистая как следует увлажняется. Зевота плюс потягивание. И вот вы уже полноценно позанимались зарядкой. Но будьте начеку. Зевота может служить и сигналом о болезни. Например, если сердце плохо качает кровь и мозгу не хватает кислорода. Но это если вы зеваете целыми днями, без остановки. Если человек регулярно зевает, то к врачу. Если это так вот изредка, и человек ещё от этого и удовольствие получает, вы зеваетесь на здоровье. До сих пор не зевнули? Вашему спокойствию можно позавидовать. Учёные считают, люди эмоциональные и чувствительные быстрее заражаются зевотой.